Персонаж в позиции керри мог бы, знаешь, чтобы не успел Фейслес Войт свои артефакты насобирать. Ну какой? Ты на лайфстиллер? Вивер. Слушай, ну лайфстиллер. Он против легионки, правда, так себе стоит. Но, с другой стороны, бомба хорошая. Под сталкера тоже удобно. Тролль-варлорд. Та же история. Вот в вопросе быстрый. Прямо по всем форматам. И артефакты требуют не самые дорогие. Постепенно собирающиеся. И каждая из них, да, каждая из запчастей дает хорошее развитие троллю. Ну и получаем тролль-варлорда. Начало первой карты вот мне кажется много покажет. Насколько подготовленный маус-порт к плане док разогретым. И насколько плане док сейчас в кондициях должных. Тем более, если это будет изматывающая БО-5 полная, то тогда действительно приходится говорить о том, что у плана док супер испытание. Представь, как обидно будет сегодня сыграть полный БО-3, потом еще. Еще один БО-3 выиграть, потом полный БО-5 проиграть. При этом, да, при этом, если ты еще будешь в роли лидера выступать, условно, если ты там ведешь со счетом 2-0 или 2-1, и потом тебя догоняют и разваливают. Ты просто, да, теряешься на четвертой карте, а потом пятую начинаешь, и у тебя уже ни сил, ни здоровья. Это нереальный тильт. Это нереальный теоретический тильт. Ну, плане док, все равно, в противовес тому, что мы говорим, они камбэкали дважды за сегодня. И достаточно такой неприятной ситуации, где мы с тобой их хоронили. Мы говорили, что уже не о чем играть. Много раз мы с тобой сегодня так хоронили. Действительно, не о чем. Но справлялись с этими задачами. Да, ну, Маус-порт, сейчас повторюсь, команда, которая выпала из Тир-1 линейки, как по мне, и команда, для которой этот уровень, по идее, должен быть неуровневым в принципе. Они должны здесь выигрывать без проблем. Они должны были со второго места выходить. Все, они должны были, но они кое-как в пятерку попали. Посмотри просто на греков, Там сразу глы, глы, аааа, глы хффф. В общем, все жутко довольны. Я думаю, что добраться до финала, получить просто право сражаться за поездку в Сиэтл, оно уже многого стоит. Для собак ты имеешь в виду? Или для... Да, для обеих команд. Вот ты хочешь сказать, что команда от Финнам, хотел сказать, Моус Спортс, считает, что они с текущей игрой могли бы попасть на Инт с текущим уровнем? Безусловно, нет. Ну, амбиции у них, я думаю, остались, безусловно. Они не подкреплены, конечно, ничем сейчас эти амбиции. Но эта команда выигрывала квалы, причем выигрывала квалы вот в салат и без шансов для соперника. Выходила по верхней сетке, разваливала в финалах верхней сетки. Спокойненько отправлялись они с первого места, попали на босс. Но там все закономерно было. И результат их тоже был закономерен по тому уровню, который они демонстрировали. Смотри, что делает сейчас Моус Спортс. Заходит. Тут, правда, Айн Шелл и уже не так приятно драться. Пошло лечение. Ну, Дарксир в любом случае пока посильнее смотрится. Да, слушай, Спартан умирает. Обидно. Да уж, если только вот так вот. О, Мадара! Просто по-отечески помогает Спартану. Ну, Мадара потеряет здоровье. Да, все сейчас все потеряют. Ох, и Спартан, да, не сможет, конечно, отсюда еще и убежать. Кейсер... Скажем так, Спартан увел Кейсера. Хотел сказать с центра, но не знаю. Вот он уже здесь. Он купил телепорт сразу же и уже на линии. Даже грибчиков не пропустил. Это выгодно. Ты зарабатываешь 300 монет на First Blood и 50 тратишь на телепорт. Не вижу в этом проблемы совершенно. Маны потратили, но это тоже все окупается. Так что да, тут здорово. Все складывается для Planet Dog. И вот тебе и... Вот тебе и, как это называется, настроение на финальную Б5 серию. Да. Ну, может быть, сейчас мы увидим, как греки неразыгранные, да, выступают. Если они внимательно следили за матчами, то играть они, скорее всего, не могли. Им нужно было изучать противника. Это даже более правильно, да. Посмотреть драфты, посмотреть, возможно, какие-то секретные наработочки. Потому что сейчас, ну, то уже был малый финал. Следовательно, там уже могли спалить какие-то фишечки. Пока я вижу, что взяли просто своих обычных героев, Planet Dog, и не забанили Dark Sear против них в первой фазе. Обратите внимание, они ведь с ним как раз там и вытаскивали, и не вытаскиваемые. Да, 33-й на него будет максимум внимания по игре. Причем он сам над этим работает. Он просто всегда хайлайтит, и невозможно за ним не следить. Уходит в лес. Тоже мы это сегодня наблюдали на первой карте победной для Planet Dog Pass против Danish Beers. Он оставил легкую линию фармить своему оппоненту, и пошел спокойно в лесу зарабатывать золото. И это окупилось в итоге. Тогда, да, вот сейчас смотрим, сталкер, вижу, крипов тоже уводил. Вот отсюда он тут прятался, брал их сюда, водил, водил, водил за собой, хороводил. И вот они встретились. Так вот и Милан фармит. И видишь, вот сталкер тоже по той схеме действует, по которой обычно, через тапок, да, без талона. И в итоге это будет жутко недофармленный сталкер, скорее всего. Что я не очень сильно люблю. Ну, он две пачки заберет сейчас, одну действительно заберет, другую подвышкой попытается забрать по крипам. Ну, начало все равно неплохое, как для саппорта. Саппорт позиции. Ну, там, я так понимаю, отводики делают тоже. Нет-нет, никаких отводов, да, Мадар вообще в соло стоит. Сталкер, посмотри, своих крипчиков ты съел. 4 на 3. Такое мы нечасто у саппорта видим, это прям роскошь. Ну, пока да, пока вот второй уровень у него. Можно еще, кстати, в лес пойти сейчас каких-то кентавриков заколоть Айншеллом, если сильно желание есть. Идет проверять руну сейчас. Естественно, Варлок эту руну уже законтролил. И, естественно, Варлок может пытаться сейчас делать какие-то там отводы. И Спартан, Спартан прячется. Спрячется, потому что он видел приближение сталкера. И все, да. И Милан вновь пытается увести крипов на себя. Получится ли? Не получается. Ну, здесь пофармят. Почему бы нет? А тут просто какие-то напряги, какие-то герои бегают. Спартан взял, крипа еще добил. Пофармишь тут с этим Спартаном. Ай, под Айншеллом Войт бросает на Спартана. Трудно будет уйти, тем более есть сапог у Милана. Спартан отправится в таверну. Это факт, деться просто некуда. И 33-й получает данный франк. Да, при этом даже Войт свой не потратил. Там, Ману решил немножечко сэкономить. Ну, в финале, да, он один использовал. В финале решил не делать этого. Да, вот смотри-ка, что у нас тут происходит. Тут у нас происходит смерть Джеймса сейчас в прямом эфире. Maybe next time. Я видел, как он его вбил просто по пояс в землю. Этого спиритбрейкера. И все, опять прячется. Ну, такой вот оффлейнер интересный получается. Пока легионки там нет. Как я говорил, что легионка хорошо должна стоять в сложной, да, против таких героев, как Лайфстиллер. И тролль, наверное, тоже не исключение какое-то. Он, по идее, не должен убить. Скорее всего. У него прыжок есть. Поэтому, да, поэтому не будут. А вот здесь будут. Скайларк. Агрессивно ведет себя. Ну, когда у тебя вот такой телохранитель на линии присутствует, можно себя вести более нагло. А там и, в принципе, тролль трудно пробивает. Там Бурманшилд есть уже. Регенерации много у Легион Командер. Спартан в собственном лесу. Но здесь, опять же, здесь в Майн Геймс кто где пораньше получит свой опыт и золото. Драки, они вынуждены просто потому, что встречаются возле крипов. Но видно, что хотят именно фармить. Именно зарабатывать ранее золото. Опыт. И ночь на дворе Милан. Вышел на охоту. Из вполне ожидаемых целей, наверное, стоит выделить Queen of Pain для Милана. Вот именно Спиритбрейкер и Найт Сталкер должны, скорее всего, квапу пытаться забирать. Очень осторожно действует так. У него варды. Один на нижней руне, который срочно нужно обновлять, потому что Спиритбрейкер будет уходить из виду. И один вот такой вот глубокий, достаточно свежий. Тоже возможно будет этого Спиритбрейкера. Либо же Найт Сталкера показывать. Милан забежал. Смотри, что делает. Готовит Плацдарм для атаки. А только чем нападать здесь? Кроме как просто крипов уводить. Ладно, любопытно. Как-то бессилие Спиритбрейкера чувствуется. Тренд протектор тоже немножко отбивает настроение вот так гонять. Ведь, ну, любая цель может получить левинт армор по всей карте. И твои забеги будут совсем неэффективны. Плюс не все с целью подставляются. Доквин оф Пейн бежает за Т1 вышку пока еще рано. По Дайншеллам можно это, безусловно, сделать. Имеет это смысл. Но не всегда он под Дайншеллам. И в центральной линии Квапа хорошо реагирует. Так что справляются с этим делом. Где-то под Сайлэнс Пака возможно можно сделать такой выпад. Но все это скомбинировать, все это надо готовить, тратить время. На самом деле, просто, я так понимаю, Плэн и Док как их оппоненты решили сконцентрироваться на фарме. Мадара под вышкой бьет крипов. Милан ничего не делает в Мадаре. Ушел также 33-й. С глаз своих оппонентов. Знаешь, касательно фарма, там, кстати, чуть курицу не забрали. Да, вот пингует сейчас Милан. Говорит, смотрите, смотрите, как я сейчас буду забирать Куру. И он ее заберет. Нет, не заберет. И мог взлететь, в теории. Не стал этого делать. Пошел ловить ее. Давай, давай, лети. Уже отлетал. В чем основная трудность? В том, что вот эти два героя, которые роумеры, Найт Сталкер и Спирит Брейкер, очень вообще странный выбор четверки-пятерки. Пятерка Спирит Брейкер, это как вообще? То есть ему ведь нужны предметы, ему нужен жир, чтобы не умирать там с полтычки. При этом герой ближнего боя против Легионки, Войда, там, Queen of Pain, Дерево. Ну, в общем, вот мне пока этот Спирит Брейкер и непонятен, и кажется, что он будет очень плох. И вина в этом совсем не самого Спирит Брейкера. Пришли забирать Queen of Pain и забрали. Скайларк помочь не смог. Отменил ТП, добьют Скайларка и Джеймс. Джеймс не успел. Джеймс просто не успел дать удар. Но оказался здесь. На раздаче опыта точно. Мадар в это время забирает через хроносферу Дарксира. Да, у него Mask of Madness, он уже неплохо бьет руками. Видели, где саппорты? Пошел драться сразу же. Видели, да, что саппорты выходят в центральную линию. Ну, не надо было это использовать. Поводов для особого волнения у MoSports, наверное, пока нет. Да, умерла Queen of Pain. И что? Я думаю, что смогут это спокойно пережить. Там буквально драки просто можно проводить, базируясь лишь на своих ультимативных. Да, там Queen of Pain просто хотя бы уровень получала. Если даже у него будет небольшой дефицит, там денег, это не так критично. А у него дефицита нет. Даже близко. Там 3000 золота и 3200 у пака. Да, у Скайларка главные проблемы на карте. 2700 у Дарксира и 1700 только у Скайларка. Он оформливает, но ему невозможно было стоять против тролля без каких-то проблем. Там просто... Дело даже, наверное, не совсем в тролле. Дело в том, что постоянно... Так, сейчас, секунду расскажу. У нас тут... Мадара. Не успел отпрыгнуть. А как так получилось, что ты не успел отпрыгнуть? Анимацию сбил, что ли? Войдом, наверное. Дело в том, что линию просто тролль очень хорошо себя держал. И страшно было выходить. Maybe next time. Смотри, где стоит. Мне нравится, как оно исчезает. Стоит, стоит, стоит и так сразу. Это просто дерево. Незаметно исчезает с таким звуком. А как оно ходит? Я помню, где там на лане были. Невидимое дерево. Да. Такие басы по всему. Это было, кажется, в Шанхае, если все верно помню. Да и на Киев Мейджоре та же история была. Да-да-да, точно было. И на Киев Мейджоре. Мадара бьет Милана. Нет хроносферы еще. Плюс Сайленс. Да можно было атаковать. А что он убегал? Вместе с деревом, да. Можно было драться с деревом. А что ты побежал? Там же днем Криплинг Фир. Он же очень слабый. А Эншелла испугался. Ну, я думаю, просто ошибся Мадара. И уже понимает об этом. Ну, скорее всего, да. Ладно. Пак. 2-0. Понятно. Вейл в Дискорд уже готов. Рано, рано. Еще рано. Только первая игра этого финала. Смотри. Идут забирать Войда. Войт сам опять виноват. Или не виноват. Нет, пока что на нем Ливенк Армор. Залетают топоры. Войт уворачивается. Рвет связь с паком. И сразу же пошла дуэль. Умирает Спирит Брейкер. Приносит первый урон Лиджин Коммандер. И, конечно же, тут тролль. Он под Эншеллом. У Мадары могут быть трудности. А не есть эти трудности. Соник Вейв атака не попадает по Дарк Сиру. Так, так. Так. Пожалуйста, попади Соник Вейвам второй день подряд. Вот я бы... Это не только так. Это в принципе Квин Оф Пейн. Она почти в каждой игре. И одна косеет другой. Вот как на подбор Квин Оф Пейн в этих противостояниях в Европе. Причем, понимаешь, вот действительно, и в прошлый раз, если ты ту Queen of Pain имеешь в виду, которая вот здесь промахивалась... Это Кайзер был, да? Да, это был Кайзер, это было двойное убийство потенциальное, ну полное разруливание всей ситуации в начале игры. И сейчас точно так же, забери ты Дарксира, не будет лишнего Эншела, не будет лишнего урона и бла-бла-бла. Ну вот, нападают на Maybe Next Time, тоже умирает сейчас Трэнд Протектор. Нет, очень бодро начинают Planet Dog. Мне нравится, и не нравится, что MoSports, вернее, как они эти бои принимают. Вот один промах от Тага, и все, и я уже начинаю недолюбливать этих ребят. Ну, они идут ломать Т2 вышку по верхней линии. Обратите внимание, тролль уже здесь, сломали пачки крипов. J4 рядом, Милан рядом. Нет, развернуться уйдут, развернуться уйдут. Там, кстати, пачка крипов почему-то одна под вышкой у соперника по Т2, а другая толкает линию. Вот здесь, я вот здесь, да. Там тележка выехала, скорее всего, как-то вот так вот она проследовала. Крип скипит. Умные тележки. Ну, искусственный интеллект, знаешь, вот. Есть свои плюсы у него. Да, также Т1 вышка внизу сейчас будет разрушена. И в центр выдвигаются Планет Дог. Выдвинутся ли Маус Спортс? Я так не думаю. Хотел сказать. Все-таки придут. 10 секунд, 20 секунд. Могут ворваться с Хроносферой, если только Войт захочет это сделать. У него есть телепорт, у него Масков Мэднес. Вот она Хроносфера. 3, 2, 1, и он прилетает наверх. Они Смок используют. Они решили убить Тролля, а не нападать в центре. А к Троллю уже выезжают люди. А, это круто. Это действительно круто. И надо разгоняться на Варлока даже. Варлок спадает с него Смок. Видят Варлока, да. И тут, скорее всего, минус Тролль и минус Варлок, точнее, минус Мадара. Тролль бежит дальше. Кайзер цепляет Войда. Войт ловит. Дримкоил. Квапа! Дает ультимейт. Пак прячется. Ну, добрали Тролля. В размину двух героев. Хотя бы Тролля смогли уничтожить. Минус два ультимейта. Бей, 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 бей вышки. Да, так они пойдут. Они пойдут сейчас бить эти вышки. И Дерево, естественно, никак не справится с ремонтом. Он будет слишком серьезен. Десять секунд до того, как Тролль Варлорд появится. Ну, отходят. Тем не менее, отходят. Уже ресурсов своих нормально потратили. Не решаются их наступление. Первые две позиции. Тридцать третий. Поздравляем его. Топ-1 по фарму. И дальше по фарму идет... Идет пак у нас, да. Да, после него уже Квин оф Пейн. И только потом Тролль. Мадар немного все-таки отстал. Скайларк тоже не дофармливает. Но на фоне тридцать третьего так точно. Да. Посмотри, кстати, как Дерево пытается отрабатывать. Второй, правда, только Ливен Армор. Еще перезарядка не такая маленькая, как могла быть. И все же вышка пока устояла на центральной линии. Сверху крипов отогнали. Можно будет чуть позже этой башней заняться. Ну да, только 14 минута идет. Так-то за один заход, наверное, только будут ломать эти вышки. Когда у Тролля хоть какие-то артефакты появятся более-менее. Впечатляют эти ребята. Ну, они такие крипи немножко. Да, да, самой малости. Еще, я уверен, там какая-то аудио составляющая должна быть. Чтобы эту жуть добить уже окончательно. Джеймс пошел разгоняться. И прекратил разгоняться. Ну, тут забирает древних свифт-эндинг. И видит его сейчас Маус Спортс. Без Легионки вот так нападать плохо. Также Войд пока Шадоублейды не имеет, Блинг Даггера не имеет. Естественно, он будет дальше просто фармить. Ну, Маус, все. Маус будут играть 90 минут, 190 минут, 290 минут. Их не волнует. У них герои под лейт заточены. Хорошо заточены. Нельзя сказать, что у Плэнет Догг как-то они не заточены под лейт гейм. Но только вот деньжищ, наверное, на Спирит Брекера не хватит. Спирит Брекер просто несчастье какое-то. Бедный, бедный коровок. У него 33-й. Подайншелом можно бежать. Джеймс на Легион Командер. Ну, заберут Скайларка. Интересно справились. Ай, пытается уйти и уйдет. Неужели уйдет отсюда. Да, он, смотри. Надо бежать дальше. Вакуума нет. Да колят ли. Скайларк. Идеально сыграл. Классно. Этот финт показал вправо, ушел влево. Стрейфанулся. Круто, очень круто. И очень круто то, что не запаниковал. Понимает прекрасно, что от того, что он кинет Преза Атак, скорость его не увеличится. То есть он просто кинул копья и начал стрейфиться. И только потом, когда уже в безопасное место забежал, сразу же начал лечение. Да, сейчас, думаешь, можно и по-другому было все. Можно Незерстрайк дать чуть попозже. Ну да, куда она, мол, денется эта Легионка. Да, да, да. Там Найт Сталкера закрывают хроносферу. Так, дает ультимейт по зафиксированной цели. Да, два ультимейта потратили. И в любом случае, я думаю, Маус... Они не собираются сами воевать. Если они увидят, что на них нападают, отступят просто где-то там к себе за тир 2 или еще даже глубже. И будут стоять, ждать опять перезарядки. Да, параллельно подфармливают. 2 600 уже на руках у Квинов Пейн. После стартовых артефактов. Прицел надо купить. На первые деньги. Угу. Нет, если все будут выдавать хорошо, там, да, скажем, идеально, то, конечно же, Планет Дог жить будут совсем недолго. У них, конечно, плотные персонажи. И вот этот парень со своими Fatal Bonds будет портить всю малину. Вапа, Ю, покупают в один клик. Скан использовали Маус, порт видят. Вышедших в смоке Планет Дог. И расходятся. Уходят с этой локацией. Единственный, кто сейчас может подставиться, это Войт. Ну, Войт тоже, видишь, спрятался за вышкой. Еще и в Шадо Амулете. Заныкался. Дакнесс. Использовали. Maybe next time. На свифт-эндинга сейчас, возможно, будет выход. Но у него есть поддержка. В лице трех героев. Так что не очень удобно врываться здесь. И разберяются по лесу. Непонятно, Т2 в центре или Т2 вверху забирать Планет Дог. Они вот до сих пор распыляются между двумя линиями. А тем временем Квапа толкает нижнюю линию. И вышка, и Т2 сейчас начнет страдать. Так, понемножку, по чуть-чуть. Но крипы начнут бить вышку. А то даже герои не могут начать бить вышку. Смотри-ка. Вардик снимают. Немножко обезоружили. Но хроносферы нет. Естественно, драться никто не сможет без нее. Что, Дмитрий? У вас все хорошо. Да, вы живы. Тополиный пух. Ну да, тут на природе комментировать, конечно. Ой, дерево проходило мимо. Попросил Джеймс его подвинуться. Вновь все одновременно тратят. И ладно, в этот раз, скажем, повезло. И 17% сработали, и все сработало. Но в прошлый раз, например, когда Незерстрайк был одновременно, там, с прочими способностями использовался, это приводило к негативным последствиям. Да, там... Да и Войда на самом деле так тютелька в тютельку забрали. Ну, надо понимать, что здесь еще плюс пак. Пыл, который дал Сайленс по Войду. Они как раз одновременно и дали Незерстрайк и Вейнингрифт. Я же говорю, просто не продержись еще Сайленс немножко. Войд отпрыгивает. Контроля по нему больше и не было. Легионочка подходит. Овервеломинг от Сварлок. Кинет голема. Ах, не успел развернуться. Мадара ставит хроносферу. В нее влезает три персонажа. Но там Пайп. Пайп помогает от Скрима. Есть прожатие святыни. Мадара рад был бы развернуться. Тут же Скайларк. Сейчас есть у него еще контратаки. Да, пресса атак. Ливен Армор. Врезается. А Джеймс, будут ли копья, не успевает развернуться. Так, подошел. Крикнул разочек и убежал. От этого вышка вверху упала. А куда же дерево-то пришло? Ой-ой-ой. Ты чего? Деревцы. А что там, кстати, делают эти ребятишки? Они спрыгивают с дерева, да, и стоят, горюют? Или там что-то... Какая-то анимация смерти особенно. Когда он умирал, я не заметил. Обрати внимание на будущее. Он падает, они спрыгивают с его плеч и стоят, вот как-то качаются или горюют на этот счет. Слушай, ну надо будет обязательно посмотреть. Да, посмотри. Я думаю, дерево еще будет умирать. Конечно, конечно. Конечно будет. Куда оно денется. Не получается подраться у Моузов. У них крутая комбинация с Варлоком, да, и Хроносферой, и там Фаталбанды. А ты видел вообще хоть раз Голема? Нет. Звук слышал. Голема не было. Пугал немножко Варлок. Ну, он допугался. 16 на 5. Плэнт Док. 10 тысяч перефарма. И тапок Варлок. Соло стиль. Хотя даже при этом стиле, да, Соло очень часто умирает на пятерках. И тем не менее, где-то деньги он берет. Ну, он, понимаешь, шутка про то, где берет деньги Соло. Хорошая шутка. Зарабатывает. Господи. Да. Просто Спартан даже банды порой кинуть не успевает. Я не говорю ни про какой обхивал вообще. Надо как-то переосмыслить свою позицию в этой игре чернокнижнику. Чтобы потом не было к нему вопросов. А то когда ты за 20 минут там одного Голема какого-то кидаешь, могут вопрошать. Так, еще и Тир-1 вышка падает. Да, дерево пока во вражеском лесу на разведке бегает. Квин оф Пейн с Иульчиком. И все, да, там 2000. Слабоватенько. А его это уже почти с Шадоу Блейдом. Шадоу Блейд это гуд. Там Т1 и Т2 сейчас понизу упадет. Можно ответить Тир-1 на верхней линии, вероятно. Если вы успеете. Что очень быстро пушат. Вроде и один тролль этим занимается. Но команда рядом. Тролль может ничего не бояться. То есть целенаправленно бить вышку. А там Т1 еще до сих пор даже бить не начали. Только сейчас подтягивается. Начинаем вместе с крипами разминать. Дарксир стоял, караулил на святыне. Вдруг кто прилетит. Да, вышку не бьют. Т2 падает внизу. Да, и сюда уже телепортация. И Мадара. Ночь на дворе. Скорее всего до свидания Мадара. Произ атак. Есть у Пака. У Пака в принципе да. У Пака Дрим Койла нет. Найт Сталкер. Он переживает ультимейт. Скайларка урон не отдает. Там Спирит Беркер разбегался. Остановился прямо перед лицом Тага. Им бы комбинацию какую-то замутить сейчас. С вакуумом. Да, и вот так вот. Незер Страйк. Квин оф Квинт. Подлетает на Иуле. Влетает Тролли. Отпрыгивает Квапа. Хроносфера ставится. Соник Вейв. Вот это похоже на правду. Добивает своей колотушкой Мадара. Персонажей кладет одного за другим. Башик по Паку. Тролля. Будет ли бить? Вообще вариант есть. Всех тут еще подобивать. Мана закончилась. Обидно. Папа еще отпрыгивает. И вот эти вот фиксики. Дерево, кстати, не умерло. Да. Надо запомнить, что нужно следить за деревом. Я смотрел, я смотрел. Я, если что, напомню. Ну, по этой драке Маус Спорт все отлично исполнили. Но не забрали Пака, не забрали Тролля. Как ни крути. Вся эта круть, которую они сделали, они забрали не корт персонажа. Единственное, кто отвалился, это Дарк Сир из серьезных потерь. Ну, Эгиду сбили зато. Да, безусловно. Но, как были топ-3 Нетворцев, польза команды Планет Дог так и остается. Внешних строений остается меньше тоже у команды Маус Спорт, чем у Планеты Собаки. Поэтому глобально, конечно, ничего не потеряли. Сторона Рейдент в этом вопросе. Т1 вышка вверху, но она и так должна была падать. Так что мне кажется, что все еще под контролем. Маус Зам надо не одну такую драку провести. Желательно забирать коров. Больше контроля будет, когда Сталкер обзаведется Аганимом. А пока что могут спокойно перемещаться там. О, попрыгать Спартан. Нормально. Сразу же Ливинг Армор, сразу же идет Шадоу Уорд. Сложно убивать таких героев. Но зато несложно забирать башню после таких выходов. Да, прогнал всех персонажей противника, забрал башню. Охрана выставлена. Вроде бы круто. И вновь Вард, вот этот, который уже однажды снимали. И он улетел отпушить в сторону. Там на самом деле ничего опасного нет. Там разве что Queen of Pain, но она еще без Сайленца. Поэтому можно не бояться ничего на эти Сталкера. Да и в принципе на эти Сталкера это трудно будет забрать. Мы видели, как его через дуэль ели-еле Мадара и Скайларк. И то не забрали. Потом уже доковыряли. Даже Квапа внизу такая линия опасности не представляет. Внешнее строение все упали у греков. Прошу прощения. Все упали у греков. Поэтому цель следующая для Planet Dog должна быть Рошаном. Либо же заход на хайграунд. На Кайзера прыгнует. Ой, какой Сайленц тайминговый дает Кайзер. И как не вовремя. Maybe next time использует Overgrowth. Да, тяжело было выловить там Пака. И Пак ведь ты видел. Он просто фармил крипов. Это из разряда вчерашнего ревейджа в Шейкера? Да. Вот просто не заперло сейчас. К нашему сожалению позавчерашнего. Нет, аж позавчера, вроде. Это было аж позавчера. А память как вчера. А помню как вчера, действительно. Правда, правда. Я думаю, многие это помнят как вчера, этот врыв на шипы. Не до врыв. Ну и три первые позиции. Это перешипы, я бы сказал. Врыв-то, наверное... Это да, кстати. Перешипы и правда. Соглашусь с тобой. Даже вот звучит, конечно, странно, но... Какие все, что я сегодня изрекаю, поэтому... А я? Здрасте, а я? Я тут что, по-твоему? Номер отбываю. Или так же чужу. Скажи чудю. Поправь меня. Чудю. 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 Ощущу. Шушу. Ощущу. Есть такой глагол. А, да. Тьфу ты, я думаю, что за... Странные слова. Чудо ощущу. Ощущу. Обезопашивает. Да, много у нас до первых родилось за эти квалификации. Причем это не первые, это реальные слова. Реальные. Существующие, написанные в словаре. Формы такие, что можно с ума сойти. Так, где тут тролль со своим блокинг-баром. Не знаю, не сильно ему поможет БКБ против легионки и воида, поэтому обзаводиться нужно в первую очередь лентген сферами, чтобы хоть как-то дуэльки снимать. Ну, троллю против воида что нужно? По факту просто обычный тролль. Вот, один на один драться с воидом. Один с башами, второй с башами. Ты просто попадаешь по врагу, делаешь так, чтобы он не попадал по тебе. Все предельно просто. Да, и если успеет выдать топоры до того, как его закроют в хроносферу, либо же дадут по нему дуэль, то и дуэль переживает, и мне кажется, хроносферу переживает тролль. Поэтому бояться стоит Queen of Pains. Ее раскастом, вот она в дуэль налить в хроносферу может много урона. Поэтому, не знаю, мне Блэкинг Барн нравится. Я понимаю, что его все равно будут фиксировать, но физического урона по нему может и не зайти. Милан дает сайлентс, сразу же разгон. Он по легион-коммандер хроносферы от Войда, бьет не самую мягкую цель, 33-й, все еще живет, грифсы используют, есть Сайвенс по нему, в это время отличный ультимейт. Сейчас будет 33-й, сейчас будет 33-й, сейчас готова уже стяжка, даже не пришлось ее использовать, ни стенку, ни стяжку, ничего. Почему Войд остановился, ничего не делал, там вроде бы оглушения никакого не было? Он не разорвал ли Dream Coil связь? Не, он прям долго стоял. Он прям в Dream Coil стоял очень долго. Может быть, я просто уже плохо что-то соображаю. И что-то там не развидел. Может промахи, ночь на дворе, поэтому... Поэтому решил вообще не шевелиться? Вообще ничего не делать, да. Притворился в Камал, ребята, не трогайте. Чтобы не умереть уставших, да. Еще один разбег. Смотри на них, а, они прям набрасывают на ногу J4, бегущему на руку. Бегущему J4, Варлока. Забирают его, и Т3-вышка. Да, кто страдает. Глиф используется, используется также Living Armor. И не помогает это нисколечки. Войд через 5 секунд. Ахроносферы у него не будет еще целую минуту. Блэкинг Бар у Тролля уже откатился. Поэтому сейстендинг вышку точно будут добивать. Этот парень все решает. Это рейнджевой крип, который стоит и бьет. Сейчас очень сильно помогает. Без Благдор Протекшена забирают половину вышки, даже 2 трети. Но я не знаю, как... Ну, нельзя отходить ни в коем случае. Дерево вышку отремонтируют. И поэтому весь этот заход может сейчас превратиться вот в пустую трату времени. Судя по всему, так и есть. Так и есть. Войд появился, Клопа появилась, есть. Голем пад, все это дело. Ну нет, Хрона. Ну, Клопы очень скоро будет. Под Банды попасть и... Под Голема Банды, а потом Ультимейт Клопы. И вы уже... Вас просто будут добивать. Под Голема Банды, под Ультимейт Клопы. Можно прямо зачитывать, слушай. Я так и сделал. И попасть под весь этот прокаст, все преимущество вы можете отдать. Ну, половину так точно. Тут плохая рифма была. Ты судишь до срочной. Я слушаю, слушаю дальше. Равно точно. Да, давайте пили на речи. Но что-то с точным. И Рошан. Сыр, сыр забыли или взяли? Вроде бы у кого-то было. Ставили. Это аллергия на лактозу. А, вот он, ударксировал. Да, ударксировал. Причем он только что был у тролля, он передал. Или у тролля свой есть? У тролля в рюкзаке есть. Смотри-ка, как нашли Queen of Pain. Приходит. Отжирается Найт Сталкер. Стяжечка. Под стеночку. Туда же Голем. Будет ли Хрона? Хрона пока воет не устанавливает. Еще два героя стягиваются сверху. Приходит пак. Полный рассказ Мадара. Ставит Хроносферу. Скайларка попытаются забрать. Скайларк все еще живет. Уже минус три. И вот тут своевременно все сделали Мауза. Слушай, погоди-ка. А если вдруг сейчас умрет Войт, то кто будет убивать свифт-эндинга? А? А? Пак живет? Пак дальше. За мэби-некст таймом. МНТ в таверну. Уже четыре в три. Драка. Ну, сейчас тролль поднимется. Полон силы здоровья. Айзер все еще живет. Ему бы маны кто налил. Да, его бы заденаили, наверное. Сейчас лучше, по-хорошему. Отпрыгивает Квоп. Куда, куда ушел Пак? Куда ушел Пак? Пак упрыгнул. Да, действительно. Он идет в яд. Он прячется. Прячется в фейшифт. И убегает. По файт-рекапу, что ли, выиграли Планеток? Нет, проиграли, но всего лишь 600 золота. Не самые страшные потери, при том, что они 12к выигрывают. Ну, там эгиду сняли, поэтому по убийствам конкретно тут вообще все ровно 3 в 3. Так что только там тролль появлялся дважды. Да, и вот они, линкенсферы. Наконец-то линкенсферы, которые предназначены, чтобы контрить легионку. Одна готова. И больше пока еще нет. Не знаю, я по-прежнему смотрю на это вас перед брейкерами. Я по-прежнему задаюсь вопросом, вообще, что он тут делает. Все, ну, вроде бы и есть, но вроде как и не особо ощути моего присутствия. Ну, так-то 16 ассистов у Джеймса. Вроде и присутствует, так? Математически присутствует. Фактически трудно определить. Сильвер Эдж? Нет, это Монта Стайл. Где? Что? Кто? Какой Сильвер Эдж? Он только что разобрал, там был рецепт и... Рецепт и... Какой Сильвер Эдж, что за дичи? Все, я ошибся, я ошибся. Все, я Сашу в старый Сильвер Эдж засунул. Я смотрю, просто какой-то рецепт. Там вообще я перепутал одно с другим. Теплое с мягким. Там дерево не дочитало телепорт. Со скорочтением проблема. Не успел посмотреть ты на дерево. Точно. Ты все время так постфактум приходишь, прям на место событий. Отплодайте назад. Дерево в таверне, 35 секунд. Можно заходить на центральную линию, разводить на байбэк, попытаться доломать вышку. Пока нет дерева, это надо делать. Там вард забавный, прям в башне стоит. Обращаю внимание, уже не в первый раз так делают. Да, устанавливается сентрик. И идет нападение. Воп, хорошо кричит. Там врезается в вакуум. Спирит брейкер, отлично. Четырых зафиксировали. У Спартана нет голема. Нет голема, 10 секунд. Но за 10 секунд можно умереть. Да, он умирает. Сайленс. Сайленс выдают по дереву. Дерево не успевает ничего сделать. Дерево отправляется в таверну. Только поднимал уже ручки свои, что дать овергроус. Джеймс дальше за Мадарой. Успеет ли забрать его? Мадара догорает от Ордов Шэрл. Успевает. А где же раньше были твои ручки, дерево? Где же были вообще вы все? Почему Варлок так близко находился к драке, что его смогли забрать? Да, вот она. Квопа отпрыгивает. Прямо под фонтан идет. Джеймс не догоняет тага. Есть таймдилейшн. Смотри, Камадара. Юл, дагераут. Да, так и будет. Юл, дагераут. Все слетает. Арба залетела. Но тага, конечно, уже тут не слить. Джеймс очень медленный тролль. Подпрыгивает к тагу. Ну что, башки есть. Поэтому лучше держаться поосторожней. Войд прилетел. И... А куда это прилетел вообще-то, дружище? Наказан! Да, и Голем падает. И Квоп отличный скрим выдает. А дальше Милан забирает Спартана. Ну или прогоняет его к фонтану. Это не имеет никакого значения. Не будет очень долго еще Варлока. Об этом сражении. Якобы Голем должен забрать этих персонажей. Но не тут-то было. Забирают Голема. И забирают центральную линию. Ничего не делают со свифтендингом. Это главная проблема. У него есть Black King Bar. Он еще не прожат. Поэтому Queen of Pain ничего не делает. Ничего не делает ему дерево. Ну а тут развлекаловка. Лютая развлекаловка. И я, прежде чем Мауза напишут ГГ, задаю один вопрос в пустоту. Возможно, ты ответишь. Возможно, Мауз Спорт. Почему? Нормально, ты окрестил и Мауз Спорт, и меня пустотой. Спасибо. Не, ну это типа мысли вслух. Ты понял о чем я. Это продолжение, да? Просто моей топки. Это так просто мысли вслух. Я не то, что прям окрестил тебя, просто так считаю. Пустоту горит. Может тебе, может Мауз Спорт. Ну-ну, говори. Ты нормально так, да? Ты тоже меня подобнить решил. Хорошо. Я все помню. Смотри. Почему продолжаю в Planet Dog отдавать их суперсигнаторных персонажей? Это там тот же Сталкер. Это тот же Дарксир. Ну и что-то там под Дарксира. Это уже отдельная история. И если вдруг вы знаете, что у Planet Dog в сложной стоит богоподобный 33-й, почему вы ничего с ним не делаете? Я думаю, это не доработка от Мауз Спорт. Мне просто кажется, они не дорабатывают. Они строят свою комбинацию, смотрят на свой драфт и соперника не пытаются контрить. Ну то есть они вот... Такое ощущение, что это по игре было. Не пытались контрить соперника. Свою комбинацию хотят сыграть. Ну что они на самотек, да, все пустили у противника. Думают, ладно, они там пусть что хотят, то и делают. И мы сейчас сделаем, что хотим, но наши, что хотим, лучше. Ты про это, да? Да, плюс это БО-5. Здесь есть вариант расслабиться, безусловно. Расслаблены дальше некуда. Одна, две карты. Ну, то есть есть вариант ошибаться еще и прощупывать соперника. Такое бывает, и многие, даже профессиональные игроки говорят, мы хотим посмотреть, как играть против... Ну и ты это озвучиваешь. Да, конечно. Хотим посмотреть, как играть против него. Если там, может, его не надо бояться, мы их просто раскатаем 3-0. Если стоит его бояться, будем банить. Ну, это такой гамбит своеобразный. Поглядим, поглядим. Я уверен, что Маус Порт не просто забили на него по глупости, а именно гамбит это построили. Совсем не уверен. Войт сам себя сжирает под стенкой Дарк Сира. Да, гоны полетели от Кайзера. Там дерево, вокруг него опять похоронная процессия, ты опять ее пропустил. А, вон, я видел, там что-то опускалось. Там надо смотреть, как они стоят. Я видел, я видел, я видел. Ты не видел тебя. Ай, ладно, не видел. Как ты знаешь, что-то эпичное пропускаешь. Да, да, ты такой, о, да, классно, классно. А, это же так, как я встретил вашу маму, Блиц. Смотри, что происходит. Комбо отличное. Урона вливают тысячу, но тысячи мало. Нужно 10 тысяч, чтобы пробить вот этих жаробасов. ГГМ, пишут греки, и это 1-0 в пользу Пленет Дог. А кто бы мог вообще подумать, что эта команда будет фаворитом данной встречи? На вопрос отвечает Дмитрий Чумаченко. Никто. Все, у меня все. Хорошо. Ну, на самом деле, да, Мауспорт были фаворитами. Безусловно. Но Пленет Дог нигде не выступали фаворитами ни в одной из сегодняшних пар. Кто вообще о них? Что мог хорошего сказать? Сингулярити они не должны были обыгрывать. По идее, поляки жесткие. У поляков свой Сумайл в миде, польский. Все понятно. Тут на тебе. И на третьей карте они не должны были обыгрывать Сингулярити. Они не должны были 2-0 Дениш Бирс выигрывать. Сейчас они у Маузов не должны были выигрывать. Они проиграли им вообще в первом раунде. Вот этого парня, вот этого 3-3, с ним нужно что-то делать. Нужно приходить к нему в сложную, выгонять его, устраивать ему плохую жизнь. При этом сделать так, чтобы персонаж у него был какой-то, ну вот, не Дайт Хантер, не Дарк Сир, не Сент Кинг. Вот что-то такое, знаешь, малозначимое. Ну да, да. Если, смотри, если вдруг полетят все-таки в Сиэтл, планет Дог, то я считаю, что он чуть ли не на законодательном уровне внутри организации. Надо сделать так, чтобы они выкупили себе 4 места. Вот знаешь, в этих больших самолетах 3-4-3. И все, кто будут на этих 4 местах, кроме 33-го, должны встать и лететь стоя, чтобы он мог спать спокойно, чтобы он мог кушать. Они должны носить ему еду, заказывать любимую музыку там для него. Бухлишко, если вдруг он пьет, чтобы отдавали все ему. Ну, чтобы всегда у него все было. Да, он просто должен вот так сделать и все. Потому что он свои мейки собрал уже. Остальные пускай по тексту. Потому что очень здорово играет. Он действительно, вот на нем строится. Хорошо, все коры хороши. Свифт Эндин, Кайзер, безусловно. Кайзер 8-0-20. Да, классно тоже. Пак отыграл, да? На этой карте выглядели уверенно. Потому что дали взять своих героев. Что будет происходить на следующей карте, да? Как будет происходить драфт, это в первую очередь меня интересует. Мы узнаем совсем скоро, наши дорогие зрители. Сейчас небольшая пауза рекламно-музыкальная. И мы вернемся. Пятерка, спирит, брейкер. Капец. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...